В 2002 году задолженность по ежемесячным детским пособиям в Мордовии составляла около 35 миллионов рублей. Городские власти всеми силами пытались решить этот вопрос. По указанию главы республики Мордовии или по обещанию, которое он дал жителям города Саранска, задолженность получателям должна быть выплачена до конца текущего года. Это обязательно будет исполнено. В настоящее время из республиканского бюджета выделены 35 миллионов рублей на погашение задолженности получателям. И, как вы уже знаете, выплата задолженности проходит по всей республике. А в 2005-м в Саранске уже вовсю витала атмосфера праздника. Украшать город к Новому году начали раньше обычного. Начался монтаж зимнего городка на главной площади республики. Третий год он делается не из снега, а из пластика и металла. Виной всему погодные условия. Все конструкции привезены из Чебоксары, Санкт-Петербурга. Годом позже сотрудникам 38-го дома управления на ТЭЦ-2 было не до праздника. Потому что готовиться к тому самому празднику было не на что. Свои и без того скромные зарплаты в полторы тысячи рублей они не получали уже несколько месяцев. Безвыходное положение уже, безвыходное. У всех дети, у всех все голодные, все в школу, у всех дети в школу ходят. На картошке сидим. Даже, извините за выражение, не то что там конфетку ребенку купить, лишний кусочек хлеба не можем ребенку купить. Не себе, а ребенку. А в 2010-м столица Мордовии 30 ноября превратилась в один большой сугроб. Если вам кажется, что сейчас коммунальщики не справляются со снегопадами, то оцените, какими были дороги в первый снежный день 11 лет тому назад. Передвигаться по столичным улицам легковые автомобили могли в основном в сопровождении грузовиков. В 2011-м свое новое отдельное здание обрела станция скорой помощи на Химаше. До этого медики-спасатели ютились в квартире на первом этаже жилого дома. Ждали переезда 36 лет. Имеется комната психологической разгрузки, имеются душевые установки. То есть люди будут жить и работать и ходить на работу, как на праздник. Год 2016-й в этот день на скамье подсудимых приговора ждал Иван Героев, бывший главный почтовик республики и герой 13 эпизодов мошенничества на сумму 11 миллионов рублей. По сравнению с запросом прокурора суд оказался довольно гуманным. Вместо 6,5 – 4,5 года колонии общего режима. И вместо 1,5 миллиона рублей штрафов доход государства – 500 тысяч. Также Ивану Героеву предстоит возместить ущерб пострадавшим. А так выглядел клуб Ухтомского в Рузаевке в 2017 году. И это его еще ремонтировали. Вот уже 7 лет. Нам не везет с подрядчиками. В 2018-м Саранск словно вернулся в 90-е. Прямо в центре города бизнес делили путем выстрелов. Хорошо, что за одного из участников заступилась мама. Я мама, которого поранил молодой человек. Не уходите. Не уходите. Снимите шапочку. Где синяки у него? Пусть посмотрит. Два раза стрельнул моего сына. Таким необычным было 30 ноября в разные годы работы 10-го канала. Оставайтесь с нами. Нам есть что вспомнить каждый день. Светлана Лашина. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова